Не ожерелье жемчуга бурмитского, не золото, венца самоцветного, а при визите мне туалет из хрустального, восточного, цельного, беспорочного, чтоб, глядя на него, видела я всю красоту поднебесную, чтоб, смотря с него, я не старалась, и красота моя девичья прибавлялась. Призадумался честный купец и подумал, мало ли, много ли времени говорить ей такие слова. Хорошо, дочь моя милая, хорошая пригожая, достану я тебе такой хрустальный туалет, а и он у дочери короля персидского, молодой королевны, красоты не сказанной, не писанной, не гаданной, И схоронен тот туалет в терему каменном высоком, стоит он на горе каменной, вышина той горы в триста сажень, А за семью дверями железными, со семью замками немецкими, ведут к тому терему ступеней три тысячи, и на каждой ступени стоит по воину персидскому, и день и ночь с саблею наголо булатную, и ключи от тех дверей железных носит королевна на поясы. Знаю, я за морем такого человека, достанет он мне такой туалет, потяжелее твоя работа, сестренкиной, для моей казны супротивного нет. Доклонилась ноги отцу меньшая дочь и говорит, таково слово, государь ты мой батюшка родимый, не вози ты мне золотой серебряной парчине, Ни черных соболей сибирских, ни ожерелья бурмийского, ни венца самоцветного, ни туалета хрустального, А привези ты мне маленький цветочек, который бы не был окрашен на белом свете. Призадумался честный купец крепче прежнее, мало ли, много ли времени он думал, да подлинно сказать не могу. Надумавшись, он целует, ласкает, приголубит свою маленькую дочь любимую и говорит такие слова, Ну, задал ты мне работу, потяжелее сестриных. Коли знаешь, что искать, то как не сыскать, а как найти то, чего сам не знаешь, А ленький цветочек нехитро найти, да как же узнать мне, что краще его нет на белом свете. Буду стараться, а на гостинце не взыщи. И отпустил он дочерей своих хороших пригожих и ихние терема девичьи, вихние. Стал он собираться в путь по дороженьку, в дальние края заморские, Долго ли, много ли он собирался, не знаю, не ведаю. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Поехал он в путь по дороженьку. Вот едет честный купец по чужим сторонам заморским, По королевствам невидимым. Продает он свои товары, в три дорого покупает, в три дешево. Он меняет товар на товар, и того сходней, со придачей серебра до золота, Золотой казной корабли нагружает, но домой посылает. Отыскал он заветный гостиниц для своей старшей дочери, Венец с каменными самосветами, А от них светло в темную ночь, как бы в белый день. Отыскал заветный гостиниц для своей средней дочери, Туалет кустальный, а в нем видна вся красота поднебесная, И смотря с него, девичья красота не стареется, а прибавляется. Не может он только найти заветного гостинца Для меньшей любимой дочери, аленького цветочка, Краше которого не было бы на свете. Находил он в садах царских, королевских, султановых, Много аленьких цветочек такой красоты, Что ни в сказке сказать, ни пером описать. Субтитры создавал DimaTorzok